Здесь нет слов, и здесь слова опасны, потому что правильные слова здесь почти отсутствуют, а большинство слов в этой ситуации могут играть функцию неправильных слов, и они только умножат боль, они только расстраивают человеку. Вот нет ничего хуже, например, чем человеку, у которого кто-то умер, сказать «я сожалею», например, «мне очень жаль», как в кино говорят, «мои соболезнования». Слушайте, заберите свои соболезнования. То есть скорбь требует великого одиночества вообще. И когда человек имеет большую боль, ему эти слова со стороны, они оскорбительны. Поэтому не нужно искать правильные слова в это время. Либо их даст Бог, это будет какой-то экспромт от Бога, короткий, обязательно короткий. Либо нужно просто помолчать. Вот молча заплакать с человеком, поплакать молча рядом с ним – это самое лучшее. У нас есть заповедь – с плачущими плачьте, с радующимися радуйтесь. Значит, нужно плакать с плачущими. Буквально плакать. Вот плачет человек, сядь с ним рядом, возьми его за руку и просто молча с ним поплачь. Это будет лучше всего. Не нужно слов. Нужна молитва за того покойника, который уже ушел, и за этого скорбящего, который жив. Как-то Дух Святой будет лечить и то, и то, как Бог сам знает. Но у нас нет этих слов в арсенале. Поэтому не ищите их и не готовьтесь заранее. Возьмите человека за руку, поплачьте с ним молча вместе. Это самое лучшее.